Осень люблю, осень золотая, как мне любить тебя, осень люблю. Всем привет, это Дмитрий Едберг и в Киеве осень, середина октября мы успели сыграть под открытым небом. Это матч высшей лиги осеннего чемпионата клуба теннис для каждого, где я там пытаюсь как-то бороться и играю с тоже старым знакомым нашим Коваленко Александром. Мы с ним уже играли летом, там я проиграл почти без шансов и тут опять я выходил на корт с таким чувством, что я аутсайдер, андердог и вот начало игры Саша подает там, я сразу 40-0 повел, но как видно я ничего не сделал. Саша сделал двойные ошибки, там не попал, сейчас вот в этом розыгрыше я его чуть-чуть прижму на сетку, вот я пошел и как бы он смажет ободящий удар, я повел 1-0. Смена сторон я подаю, значит там сразу видно, что слепит солнце на ту половину корта, ну солнце быстро зайдет буквально за один сет, низкое солнце осеннее, октябрьское, киевское, вот завязался розыгрыш, смотрите, я как бы пытаюсь вовлечь Сашу в длинные какие-то розыгрыши, ну как бы точнее сказать не давать ему атаковать, и вот держу его под бэкхенд, значит и раскидываю в какие-то свободные зоны, но как бы он тоже меня пытается гонять, и вот ошибается, и вот 15-0, вот это в принципе это матче пик моего, так сказать, преимущества. Вот я пошел на сетку, и вот Саша хорошо ныряющий дает мне в противоход, смотрим повтор, что я не справился с этим вводящим ударом, благодарность патронам канала, имена я их даю, ребята присоединяйтесь к платформе Patreon, поддерживайте канал, становитесь патронами, получите доступ к дополнительному контенту. Вот, значит, 30-15 уже Саша ведет на моей подаче, вот я пытаюсь его вязать под бэкхенд, вот он ошибается, то есть вот если он ошибается, то значит у меня есть шансы. Ну и понятно, что я строил игру на том, чтобы, вот смотрите, не обязательно я ошибаюсь, и уже у него брейкпоинт, строил игру на том, что у Саши явное преимущество в мощи, в силе, он моложе, у него лучше техника, он более мощный игрок, смотрите, как он мне раскидал и забивает в свободный угол. Значит, и понятно, что я строил игру на его каких-то ошибках, пытался уклоняться, вот, но мне эйс вот вколбашивает, посмотрите, вот я даю повтор, посмотрите, без вопросов эйс. Да, и кто говорит, что это не уровень, там, 3.5 и нож, Дима, что ты нам показываешь? Ребята, кто забивает эйсы, вот скажите мне, на уровне 3.5? Понятно, что случайно может забьют, но у Саши, как видно, это далеко не случайно, и он сейчас не один эйс положит. Смотрите, вот он вышел тактически грамотно, выбил меня из корта и забивает с лёта. Снова подаёт, первый у него не проходит, на втором мяче я отбиваю, смотрите, даю ему достаточно хороший приём, как бы под заднюю линию, он меня сразу, смотрите, опять-таки, посмотрите, какой уровень. Он сразу же с задней линии очень сильно мощно бьёт, что я даже не успел там никак среагировать, вот, то есть, если у него летит мяч, то он летит. Смотрите, ещё один приём достаточно глубокий, он бьёт с задней линии и, смотрите, делает, какой обратный кросс с форхенда, даю повтор, смотрите, как мяч попадает вот чётко под линию, вообще без шансов, там бы и не только бы я не достал. Друзья, прежде чем продолжить, я прошу вас подписаться на этот канал, если вам интересен этот контент, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, это очень важно для продвижения канала. Ну и переход сторон, 1-2 я проиграю и подаю, вот, у меня, понятно, слабее удары, всё не такое хорошее, вот, я пытаюсь как-то придерживать мяч в игре, вот, и ошибаюсь. Не обязательно ошибки, да, эту игру, в принципе, я считаю, что я её сыграл, как бы, ну, ниже средних своих возможностей, то есть, нельзя сказать, что я её провалил, вот, но мог сыграть где-то лучше, и мы сейчас проанализируем, в каких моментах, у меня были какие-то шансы, смотрите, я дал укороченный какой-то, Саша мне укороченный ответ, что я не достал. 0.40 уже, он без вопросов, вот, первая не проходит, смотрите, а со второй подачи, понятно, что он меня будет расстреливать, и он так и делает, сразу завладевает, кстати, в розыгрыше, и раскидывает меня, очень уверенно, 1-3, то есть, видно, что он меня, как бы, размазывает по корту, со второй подачи мне нечего делать, с моей, поэтому надо первую как-то усиливать, а первая не всегда проходит, и получается такая вот штука. Вот вышел на сетку я, и вот на сетке я кое-как ещё могу что-то там, как говорится, сопротивляться, и вот я тут добиваю, 15-0 мою пользу. Вот, Саша подаёт первым мячом, приём, и вот он мне вкидает в ноги мяч, в противоход, и сделает 15-15. Ну, понятно, что если у него первая проходит, я её подставкой отбиваю, и он вот уже диктует розыгрыши, при том, иногда у меня хорошие приёмы под заднюю линию, но он всё равно, как бы, диктует с мощным форхендом, поэтому если у него проходит удар, то он, как бы, диктует всё. Тут неудивительно, то есть это вот такой же теннис на таком уровне. Вот он ещё один айс впуливает. Посмотрите, мяч попадает чётко под линию, и 40-15. Как тут бороться? То есть на его подаче, если у него всё проходит, очень сложно что-то противопоставлять на таком уровне. Вот он меня раскидывает. Друзья, если вы хотите поддержать канал, то вы можете стать патроном канала на странице Patreon, и тогда вы будете также получать дополнительный контент. Ну, опять смена сторон, 4-1, я уже безнадёжно проигрываю, вот, но пытаюсь бороться, вот, смотрите, он мне затулил в ноги. Кстати, грунт очень скользкий, там вы увидите, вот даже по звукам слышно, он скользкий и твёрдый, какой-то придавленный, поэтому скользко было бегать, трудно было, и мяч проскальзывал, то есть это как бы вроде и грунта, вроде как отскок, как на харде. Это тоже накладывало свой отпечаток, вот, счёт 15-15, тем не менее, вот я здесь догоняю мяч, смотрите. Саша срывается мяч, и, ну, попадает как на зло в корт, и здесь я пытался сыграть под кроссом каким-то, и не попадаю, но такие хотя бы надо забивать, вот почему, собственно, когда я не забивал такие моменты, уже мне чуть не везло, пытался острее сыграть, сильнее, чем обычно, и ошибался, и поэтому, как бы, сыграл ниже своих средних возможностей. Тем не менее, игру я, как бы, не провалил, вот что, 30-30, какие-то ошибки Сашины я собирал, вот, не проходит у меня первая подача, я подаю вторым мячом, вот он пытается атаковать сразу, я, как бы, отбиваю уже, он опять завладевал этой инициативой, но я вот выхожу на сетку, и вот, смотрите, вот, попадаю в аут, то есть я хотел здесь, даю специально повтор, чтобы показать, что да, я ошибался, вот здесь вот я реально ошибся, и, ну, не обязательно, то есть я хотел, как бы, перевести игру на сетку, где-то дать ему в свободный угол, потому что с задней линией явно меня прессует, поэтому надо было как-то рвать ритм игры, темп, и, как бы, вообще делать рваную игру, то есть выходами на сетки, чтобы не ввязываться в какие-то вот эти обмены ударов, с которых Саша закручивает, но здесь вот он, слава богу, ошибается, и меня вот больше сейчас, вот, и подача ему под левую руку, вот он пытался подрезкой, и ошибся, 4-2. Первая не проходит, уже становится легче, вот я принял мяч, Саша пошел на сетку, дает мне шанс его как-то ввести, но здесь я ошибаюсь, вот вторая ошибка такая явная, даже не вторая, можно сказать, третья или четвертая, то есть вот в таких моментах, там, где надо было точнее сыграть, и как-то более сдержанно и надежно я, как бы, ошибался, и вот поэтому мне не удавалось мне хорошо цепляться за счет. 15-15, Саша подает первым мячом, я принял под левую руку, то есть нормально, все хорошо, вот пытаюсь ввязать, но здесь опять ошибка какая-то, вот, не обязательно, вот смотрите, сколько ошибок я сделал, не обязательно было это делать, с каким соперником надо, как бы, каждый мяч играть внимательно, но Саша мне, как бы, отплатил назад ошибкой тоже, значит, подарил очко, 30-30, здесь дает еще двойную, но не всегда же ему эйсы подавать, тоже надо понимать, то есть двойную ошибку он допустил, у меня брейкпоинт, и вот тут я сейчас сыграю один розыгрыш, который, посмотрите, дал в один угол, в другой раскидываю его по углам, заставляю бить в движении, вот, и, как бы, единственный розыгрыш, который, можно сказать, что я сыграл очень хорошо, вот вышел на сетку ему под левую руку, и здесь вот сыграл вот супер вот таким вот подставочкой, с полуотскока, смотрим, я даю повтор, сейчас даже замедлю чуть-чуть, вот, здесь вот я играю, и Саша не достает, и это, кстати, важное очко было, это был брейкпоинт, я его разыграл, но, опять-таки, чудом, то есть я там особо не верил в успех, но вот так получилось, смотрите, как я перебросил сетку, и хоть как-то сыграл хорошо, надо мне поаплодировать, вот, поддерживает меня публика, 3-4, то есть есть шанс сейчас зацепиться, и вот, по сути, вот это решающий, как бы, момент вот этого сета, вот я вышел, здесь вот мне не повезло, не сыграл здесь я хорошо с полуотскока, вот, но все равно сейчас будут шансы, вот Саша ошибается, дает мне шанс, 15-15, первый мяч не проходит, это очень плохо, потому что Саша со второго мяча сразу начинает меня гонять, вот, засовываю мяч под бэкхенд, и выхожу на сетку, вот этот розыгрыш в какой-то степени ключевой, здесь я один раз сыграл, Саша дает мне, вот если этот смеш хорошо сыграл, смотрим, было бы лучше, здесь я уже хотел порвать дистанцию и сделать укороченный, и ошибся, и 15-30 я проиграю, вот, то есть не обязательно было, первая не проходит, Саша вот пытается мне, вот смотрите, он меня сразу диктует со второй мячной подачи, раскидывает по углам, вкручивает мяч в угол противоположный, и, пожалуйста, 40-15 он уверенно ведет, потому что у Саши уровень выше, выше уровень техники, то есть я с ним как-то борюсь, как я описал, что игроки с детской школой, они уже изначально больше у них мастерство, чем у меня, у любителя, который начал играть достаточно в таком позднем возрасте, тем не менее я пытаюсь как-то бороться, делаю, короче, что могу, не хватает мне чуть-чуть техники, надо, конечно, улучшаться, апгрейдиться, вот, и вот Саша тут меня раскидал и вышел в 5-3. В 5-3 он подает, смотрите, подает под линию, я принимаю подставкой глубоко, как бы удается мне как-то завязаться сейчас в розыгрыше, даю ему короткий подлево, держу мяч, опять подрезочка под левую руку ему, и выхожу на сетку, через правую руку его уже, и забиваю смеш, то есть, в принципе, разыграл тут комбинацию, все как надо, и в первой лиге, то есть игроками такого средненького уровня, я такими комбинациями выиграю все матчи практически, а вот уже с Сашей сложно, вот смотрите, опять я вышел на сетку, и он мне загоняет мяч, и вот смотрите, раскидывает меня на сетке, то есть с первого удара ему сложно забить, он хорошо обводит, и поэтому, как бы, мои все действия нивелируются, то есть мне сложно с ним играть, как на задней линии, так и на сетке, ну, кое-как, вот видите, 5-3 хоть достойный относительно счет, как бы пытаюсь навязать какую-то борьбу, вот здесь вот не обязательно было мне в аут попадать с приема, смотрите, один раз не принял, и вот тут вторая подача, вот я опять принял подставкой, и тоже аут, то есть две подачи не принял, потому что мощная подача, итак, первый сет 6-3, второй сет я програл 6-4.